Книга «Открытым окам». Тема священства. Том 10. Вопрос 2348. Священник из Лос-Анджелеса в зарубежье, отец Александр Лебедев, призывает к соединению с Московской Патриархией без всяких условий. Не хотели бы ему ответить? «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Наш батюшка, отец Нафанаил Судников, уже ответил ему, я могу только сказать «Аминь» и добавить местописание на эту отповедь». Телефон 2393-87. Лебедев. «Обязанность открыто высказываться, быть единственным свободным голосом русской церкви, неуклонно свидетельствуя о подвигах новомучеников и исповедников российских судников». «Задачей РПЦЗ было не только свидетельствовать о подвигах новомучеников, о которых, кавычки открываются, даже в действительности умалчивого». «Это цитата Московской Патриархии. Но главной задачей РПЦЗ было сохранение себя истинной православной церковью, чуждой всякой ереси и лжи». «Сейчас обстановка в корне изменилась. Русская церковь свободна в своей деятельности, издается духовная литература, открываются семинарии, мужские и женские монастыри, строятся и реставрируются церкви, открываются церковные школы и т.д. Церковь теперь открыто говорит о тяжелых временах гонений от советской власти. Строятся большие храмы, посвященные новомученикам и исповедникам российским. Во всех храмах имеются их иконы и особенно иконы святых царственных мучеников Николая II и его семьи, судников». «На главных руководящих должностях до сих пор остаются те, кто в свое время под страхом изгнания из церкви запрещали молиться и Иоанну Кронштадтскому, и патриарху Тихону, и тем более царственным мученикам, называя их антисоветчиками и служа 25 октября «благодарственный молебен». «Лебедев. Как можно говорить, что ничего не изменилось? Это не потемкинские деревни для одурачивания туристов, не просто золочение куполов. Это действительно религиозное возрождение огромной важности, и мы должны задаться вопросом, хотим ли мы быть частью этого потрясающего духовного возрождения или нет?» «Судников. Священник путает духовное возрождение с возрождением церковной архитектуры и прочей церковной атрибутики». «Очень замечательно, что люди начинают приходить к исповеди и к церковным таинствам, но скажу то, чего, может быть, не знает отец Александр. Подавляющее число священников в московской патриархии никогда не читало книгу правил, очень часто они допускают к причастию людей, живущих в смертных грехах. Это не один или два случая, это повсеместная практика. Отношение большей части духовенства к правилам православной церкви, что они устарели, что исполнить их нельзя. А если пытаться исполнять, то архиерей запретит. Может, в РПЦЗ также? Тогда нужно быстрее соединяться. Уж не будем говорить о повсеместном распространении обливательного крещения без всякого научения. Лебедев. И мы должны задаться вопросом, хотим ли мы быть частью этого потрясающего духовного возрождения или нет? Судников. Хотим мы этого или не хотим? РПЦЗ оказывало все эти годы огромное влияние на духовную жизнь в России. Даже если этого не хотят признавать некоторые. Одно то, что основной катехизаторской книгой в России стал закон Божий, протеерея Серафима Словацкого, по которому принимали даже вступительные экзамены в духовные семинарии, о многом говорит. Огромную роль сыграла принципиальная позиция РПЦЗ по отношению к экуменизму. Благодаря этому в широких церковных массах Московской Патриархии отношения к этому резко отрицательны. И сейчас некоторые члены Московской Патриархии, услышав, что готовится соединение с РПЦЗ, сукаризны замечают. «Да как же вы с нашими соединяться будете? Они же насквозь экуменисты!» Лебедев Говорят, что мы должны требовать покаяния со стороны духовенства и мирян Московского Патриархата. Можно задать вопрос, где в Священном Писании или изречениях Господа нашего Иисуса Христа, или вообще в учении Церкви говорится, что мы, христиане, имеем право требовать покаяния от кого бы то ни было, кроме самих себя. Судников Опять путается Батюшка. Мы должны не требовать покаяния от кого бы то ни было. Мы должны просто твердо стоять на том, что евхаристическое общение возможно только в том случае, если наше вероисповедание, наше понимание Священного Писания, догматов и канонов Церкви в основном одинаковое. Вот здесь и возникает главная проблема. Можно допустить, что отношение к канонам у отца Александра Лебедева и у большинства епископата Московской Патриархии одинаково. Тогда ему надо просто вступить с ними в евхаристическое общение, перейти в их юрисдикцию. Но у большинства священников РПЦЗ понимание канонов Церкви значительно разнится от понимания таковых духовенством МП. Конечно, есть нарушения и в РПЦЗ, хотя и в меньших масштабах. Но в этом надо каяться и исправляться, показывая пример в покаянии и взаимно раскаиваясь соединяться, а не торопиться соединяться с теми, у кого преступлений еще больше. Далее отец Александр проводит две мысли. Перед подвигом Патриарха Сергия в кавычках преклонялись некоторые иерархии РПЦЗ и, оперируя некоторыми документами, пытается сказать, что РПЦЗ лишь часть Русской Церкви. Читай Московской Патриархии. На этом можно собрать гораздо более высказывания о Патриархии Сергии как о предателе церкви иерархами РПЦЗ и катакомбными епископами. Добавьте сюда и проблему экуменизма, которая возникла в 60-е годы. Или ересь уже не является причиной для законного отделения. Что же касается исторического курса РПЦЗ, не встречаются ни в писании, ни в канонах такие слова. Этот курс мог быть ошибочным позавчера, вчера, может быть ошибочным сегодня и завтра. А вот исторический курс Церкви Христовой быть ошибочным никак не может и выражается он кратко. Быть верным Христу, угождать не миру в чем бы то ни было лице власти, иерархии, прихожан, общественного и церковного мнения, а угождать Богу. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Откровение 2.10. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 3.11. Лебедев. В России наблюдается замечательное духовное возрождение, чему я сам свидетель. Судников. Ой, батюшка, не были вы клириком Московской Патриархии. Не рассылал вам епископ циркулярных писем с угрозами запрещения за бесплатное исполнение церковных треб. Не участвовали вы в поповских попойках. Не грозил вам благочинные карами за бесплатное совершение таинства крещения. В том-то и беда, что сейчас состояние РПЦЗ другое, инаковое. Кое в чем оно может показать образец верности Христу и учению церкви. А после соединения вы не будете ничем отличаться для тех по-настоящему ищущих и верующих прихожан, о которых вы пишете. В том-то и беда, что есть массы народа с живым религиозным чувством, но нет по-настоящему православного духовенства, способного сделать этих людей не просто религиозными, даже самоотверженными, а православно-религиозными, бескомпромиссно преданными Христу, любящими Бога и правду. Большинство духовенства Московской Патриархии, к сожалению, учит, что можно и солгать для пользы дела, учит путям компромисса между Богом и миром. Лебедев. Выбор прост. Хотите ли вы быть вместе с верующим русским народом и русской церковью? Или нет? С любовью и уважением ко всем, кто любит нашу церковь. Протеерей Александр Лебедев. Судников. Несмотря на недостатки РПЦЗ, все-таки есть разница с приходами МП. Уж поверьте, нам известны сотни приходов и священников МП. А для чего вы хотите соединиться? Вы из Калифорнии будете на службы в Россию летать? Или, молясь за Патриарха Алексия, вы будете ближе к Богу и к русскому народу? Хотите быть ближе к русскому народу? Приезжайте в Россию, поселитесь здесь, начните проповедовать. Тогда вы будете ближе к русскому народу, подавляющее большинство которого, к сожалению, не знает и не хочет знать Бога истинного. Но может через вас, хоть некоторые, станут православными христианами? Хотите быть ближе к Богу? Соблюдайте строго каноны церкви на своем приходе, не имея никакого общения с ересью и коммунизма и с грязной церковной политикой лжи и притворства во имя, в кавычках, спасения церкви. Вот тогда вокруг вас может начаться истинное духовное возрождение. А через евхаристическое общение с духовенством Московской Патриархии вы не станете ближе ни к Богу, ни к русскому народу. Евангелие от Иоанна, 7.51 Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Может, уже поступил сигнал полюбить патриархию со всем ее, в кавычках, имуществом и опытом прелюбодейства с властями? Порок Осия, 3.1 «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Если речь идет о сохранении святыни, то нужно прислушаться к повелению Иеговы, не торопиться. Сегодня переговоры идут не по Писанию, а по политическим мотивам. «А потому и нужно говорить просто о народе здешнем и заграничном, не притрагиваясь к церкви. Снять эти ризы, а говорить просто, как болтуны депутаты. А то, Бытие 27.22 А когда надо будет выйти на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах. И одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. Мои помощники, воробушки заочные, молельщики сестричества и братства, без вас не литься рекам медовым и молочным, А как бы и проспал, а так бы и проспал у бочки с брашкой, с квасом. Всех поименно вас не перечислить, бегущих и лежащих в интернатах, в больницах на стерильно чистом и с пятнами у божества богатых. Душой вы слышите, как мы устало дышим, подхватываете посох из онемелых рук. Герои веры, вы ростом стали выше, и нимбом святости вас осеняет круг. Нигде и ничего не сделать одному, без божьей помощи, поддержки от друзей, не сокрушить под ноги сатану, опутает, проглотит семиглавый змей. На мой багаж и душу покушения неоднократный выстрел из засады, но случай не случайный, и я не стал мишенью. Потом откроется, как смерть шагнула рядом. Потом узнаю, в этот день и час, мои друзья о мне с огнем молились. Ствол минометный источил колчан, но от разрывов только сотни лирий. Мои помощники, незримые в ночи, сопровождайте же с любовью окружая. И потому мой голос не молчит, и потому я не от чресла рождаю. Спокойствием в постели окружен, слова все так же сочны, плодоносны. Смущенье больше вижу светлых жен, а братьев мало. Их смерть до срока косит. Благодарю счастливый Иегову, боюсь в долгу остаться перед вами. Я ваши имена перечисляю снова и украшаю их похвальными словами. 9 августа 2004 год Игнатий Лапкин посвящается Татьяне Кузьминишне Капустиной.